Помните популярную новогоднюю комедию о мальчике из большой семьи? Старшие братья его обижали, а родители не воспринимали всерьез его обиды. Они нарастали, как снежный ком, и в один прекрасный момент он произнес «хочу, чтобы вы все исчезли». Так все произошло. Он остался дома совсем один. А что, если бы родители не обесценивали негативные эмоции своего ребенка? Но семья не делает выводы, и эта история повторяется дважды. Мы – дружная семья – один из самых популярных мифов дисфункциональных семей. Именно здесь у того, кто уже не может подавлять в себе негативные эмоции, начинает проявляться деструктивное поведение или проблемы со здоровьем, депрессия, анорексия. Вариантов намного больше, как и самих семейных мифов. Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами Галина Топилина. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска – семейные мифы. Что это такое, какими они бывают и как влияют на отношения в семье? Об этом и не только поговорим с семейным психологом, доцентом кафедры психологии и развития Самарского университета Ольгой Шапатиной. Ольга, здравствуйте. Добрый день, дорогие зрители. Итак, что же такое семейные мифы? Исходя из определения, из понятия мифа, как я себе вижу, миф – это некие выдуманные представления, которые управляют жизнью в семье. Так ли это? Спасибо за понимание такое, да, но я, наверное, все опровергну. Наверное, нужно начать с того, что вообще слово миф используется разными науками, абсолютно в разных контекстах. И в нашем сознании обыденном, я думаю, мы сегодня будем, как обычные люди, размышлять. Если мы говорим о семье, то, как минимум, мне кажется, два есть смысла этого слова. Есть мифы, и этим словом мы называем некие убеждения, которые нами принимаются без всякого сомнения и без всякой критики. Это довольно могут быть распространенные убеждения. Ну, типа, все женщины такие, там, не знаю, любят ходить по магазинам, или там все мужчины любят, не знаю, тусоваться с друзьями, да. То есть какие-то убеждения, которые время от времени наталкиваются на, в реальности на несоответствие этой картинке, и вот мы тогда за это называем их мифами, как будто бы это что-то, ну, с чем надо поспорить. Ну, таких у нас убеждений достаточно много. Мне кажется, о них стоит еще потом подробнее поговорить. А вторая, да, второй такой контекст использования понятия мифов, это вот действительно такой уже более научный и психологический контекст. Это некая идеология семьи, ответ на вопрос, кто мы такие, чем мы отличаемся от других семей, что самое главное, да, вот объединяющая всех членов, принадлежащих к нашим семьям. Эта идеология, она точно не рождена, вот так сказать, последним поколением, которое мы, скорее всего, с которым мы взаимодействуем, а она наследуется, и как минимум считается, что для того, чтобы миф возник в семье, то есть этот ответ, кто мы такие, да, должно пройти как минимум три поколения. И эти поколения, их жизнь, они должны подтвердить своей историей, вот, ну, истину, скажем так, этого ответа на вопрос, кто мы такие. Поэтому это часто совершенно неосознаваемая такая часть наших представлений о том, как надо поступать в обычной жизни, каждый день, возможно, но это то, что руководит нами во многих совершенно обычных ситуациях. И здесь вот, наверное, мы будем дальше об этом говорить, что контекст действительно вот анализа этого мифа, он может быть как позитивный, из-за этого и сохраняется он, так и проблемный, негативный, с которым психологи сталкиваются. — Во всех семьях есть миф или есть без мифа семьи? — Мне кажется, отличный вопрос, потому что, когда мы начинаем действительно изучать тему, ну, например, как студенты еще знакомись с этим, да, или вот психологи между собой об этом размышляют, то на самом деле не так легко ответить на этот вопрос. Если этот миф, это как более понятный, мне кажется, тип темперамента, да, то есть если яркий тип, ну, легко нам сказать, что человек, да, там, сангвиник или там флегматик и так далее, а если у него какие-то смешанные такие черты, то сложно его отнести к какому-то типу. Я думаю, здесь тоже похожая история, то есть есть, наверное, семьи, в которых очень ярко проявляется какая-то мифология, а есть семьи, в которых так сразу и не разберешь, что руководить, да, людьми, что их объединяет. Ну, кстати, может быть, и мало что объединяет, поэтому и мифа, может быть, нет. — А мифы, они усложняют жизнь? Ведь сложно же, наверное, следовать одной линии все время. — Вот, тоже. Это как раз причина, по которой они существуют, потому что они вообще призваны упрощать и не раздумывать особо над тем, как нам поступить в ту или иную ситуацию. У нас из-за вот этого ответа, да, уже заранее данного нашими предками, у нас уже есть готовое решение. То есть что нам делать? Ну, например, там, вы упомянули миф «дружная семья», да? Ну, по крайней мере, находясь в контексте этого мифа, точно надо жениться и выходить замуж, потому что чем больше семья, тем больше у нее ресурсов, чтобы она использовала это для себя, да? Поэтому вот, например, такой выбор, который, ну, кажется, свободный человек принимает, и вот там добровольно, да, он как-то размышляет о том, вообще это для него, не для него. Но на самом деле, если этот, в этот момент, да, на него оказывает влияние вот этот семейный миф, ну, мы это чувствуем из-за того, как вопросы задаются, да, нашими близкими, родственниками, бабушками, в открытую, например, да, в каких-то семьях это не принято спрашивать, а в каких-то мы чувствуем, напряжение нарастает, возраст дошел, да, до нужного, и вся семья уже ждет определенного решения. Поэтому, ну, у этого молодого человека, с одной стороны, ему просто, потому что все транслируют ему одну и ту же идею, да, как будто бы не надо раздумывать и выбирать, но не могут же все люди ошибаться, тем более близкие для него. Вот. Поэтому в этом смысле облегчает жизнь, конечно, миф. Но в тех случаях, которые вы тоже упомянули, да, у каждого такого мифа есть как бы обратная сторона. И вот как раз для мифа «Дружная семья» характерна невозможность выражения негативных эмоций, отказ какого-то для своих близких. И вот это может стать причиной уже, ну, затруднений каких-то, да. Тогда он будет работать не на плюс, а на минус для человека. Ну, мы затронули миф «Дружная семья». А что тогда происходит, если все-таки идет проявление негативных эмоций, когда достигается вот тот предел? Ну, наверное, тоже я бы не хотела вот пугать наших зрителей, да. Я бы посоветовала вам, дорогие зрители, все-таки думать о том, что мифы нам помогают жить. Потому что у нас, правда, очень много, ну, совершенно рутинных, обычных ситуаций, в которых действительно хорошо, что нам не надо принимать каких-то решений, много сил тратить на это обдумывание и так далее. Но в случаях, если действительно человек дозрел, да, может быть, до того, чтобы свою проблему, свое какое-то беспокойство обсудить с психологом, вот тогда одним из фокусов, анализом, может быть, этой ситуации будет обращение к тем мифам, которые, возможно, есть в этой семье. И в этом случае мы, может быть, и обнаружим какое-то их влияние. Но это самое сложное, можно сказать, аспект анализа, потому что они не осознаются же, эти убеждения. А мы в них купаемся, можно сказать. Да, жизнь семьи растворена в этих убеждениях, поэтому их не так легко обнаружить. Это не кто-то что-то нам конкретно сказал, что вот мы такие, да, это то, что, ну, то, как мы живем. У меня возникла такая мысль, да, вот тоже, когда я думала о нашей теме, что это вот как для первоклассника русский язык. То есть он на нем уже говорит давно и хорошо, но он приходит в школу и начинает изучать русский язык. И очень часто это самый трудный для него предмет, да, он начинает анализировать то, чем он очень легко пользуется. Так же и здесь мы пользуемся этими мифами, даже не зная, что они нам так помогают жить. Поэтому вот это непростой вообще такой, непростая задача их обнаружить, да, и как-то описать и увидеть связь между этими проблемами и какими-то конкретными мифами. А вы сказали, что при разговоре о мифе берется в расчет три поколения. А что, если я не знаю своих предков, это все равно как-то передается на генетическом уровне или нет? Как это работает? Ну, если человек не знает своих предков, например, мне кажется, это тоже очень, ну, скажем так, сильная, что ли, информация, да? То есть, ну, вот почему-то это произошло так, что он не знает своих предков. Ну, то есть, может быть, в этом была, ну, не знаю, идея безопасности, да? Может быть, ну, кто-то был там такой, о ком нельзя говорить, не стоит связывать себя с какой-то опасной историей. То есть, почему-то, ну, предыдущие, да, поколения приняли такое решение, что мы как-то не храним эту память. Ну, если мы говорим о человеке, который родился в семье, да, то, в принципе, эта информация может быть восстановлена. Существуют архивы, да, существуют документы. И очень часто люди, которые, ну, скажем так, задерживаются, может быть, в работе с семейным психологом и готовы потратить достаточно много времени для решения своей проблемы, очень часто они как раз обращаются к этим вопросам. И вот это отсутствие информации, да, оно тоже вызывает тревогу, потому что вот как раз непонятно, кто я, если у меня нет никакой информации о моих предках. Где истоки этих мифов? Любой миф – это совокупность неких правил, которые регулируют нашу жизнь, да, и, скорее всего, ну, как мы предполагаем, эти мифы стали результатом успешного проживания семьей какой-то сложной ситуации, да, кризисной ситуации. Может быть, внутрисемейной, может быть, социальной в целом. Почему у нас так распространен, например, этот миф? Мы дружная семья, да, именно потому что, ну, на долю всех поколений пришлись разные испытания. И если, например, да, в каком-то поколении семья смогла выжить, да, смогла потомство свое сохранить, потому что, ну, правда, там, во время войны, да, или когда голод там был и так далее, много людей погибало, и какие-то, ну, можно сказать, веточки, да, они дальше не пошли, не распустились, не плодоносили. Ну, если эта семья справилась с этими обстоятельствами за счет того, что она как раз держалась вместе, да, помогали они друг другу, там, не знаю, родители чем-то жертвовали в пользу детей, чтобы они дальше жили и продолжали эту историю. Вот этот опыт, он как раз и передается в виде такого мифа, да, надо держаться вместе. Мы должны друг за друга быть горой, да, один за всех, все за одного. Другие люди могут, ну, как бы уменьшить наши ресурсы, мы должны их распределять вот внутри своей семьи. И, собственно говоря, там, ну, в следующих поколениях, да, им могут не рассказывать эту историю, но потому, как они взаимодействуют с соседями, да, как они выбирают свои профессии, как они, в конце концов, вообще селятся в квартире по комнатам, да, уже видно. То, как они приобщены, что ли, к этому мифу. Ну, если, например, мы же знаем таких историй очень много, вот Самар, большой город, но очень часто мы встречаемся с такой историей, что молодая семья и родительская семья живут в одном доме. Купили квартиру в одном доме, на разных этажах, или в одном районе, да, ну, вроде бы, чтобы, там, с детьми помогать. Ну, возможно, это тоже такой кусочек этого мифа, да, надо держаться вместе. Это у нас спасет в любой ситуации, да, мы всегда на глазах друг у друга, можем друг другу помогать, и вам, и нам легче. Почему же он сохраняется тогда, хотя, казалось бы, другая реальность, другие исторические события, уже нет такой необходимости держаться все вместе и жить под одной крышей? Как раз потому, что он, ну, правда, соответствует во многом здравому смыслу. Если не перегибать палку в этом, да, то есть если не, так скажем, без стука заходить в квартиру своих детей, то, в принципе, тут же есть много плюсов. Ну, правда, если родительская семья готова помогать молодой, в этом же есть много выгоды, да, скажем так. Вот, и мы, ну, искренне получаем удовольствие, например, когда мы там собираемся вместе, да, когда у нас за столом присутствует много поколений. Мне кажется, вот если у человека есть такой опыт, он точно переживается как очень позитивный и, наверное, очень ресурсный, да, вот когда он видит глазами мою семью, не просто в голове перечисляет, кого он поздравляет смс-ками, да, вот видит глазами, что все такие разные, все с какими-то разными возможностями, у всех какие-то разные способности. Любой трудной ситуацией он может обратиться к кому-то, да, у кого-то есть время, у кого-то есть деньги, у кого-то есть хорошие креативные идеи, и все. Это действительно работает и помогает жить. Давайте поговорим о других мифах, которые существуют у нас. Есть какой-то закрытый перечень? Если это вот прям с точки зрения науки трактовать, да, что это идеология, то это не бесконечное количество. Если с точки зрения просто убеждений каких-то, то этот список можно продолжать до бесконечности. Ну, если вот, так сказать, составлять список продолжающий первый, да, наш тезис «Мы дружная семья», то, опять же, из-за нашего контекста исторического довольно-таки распространен миф «Мы семья героев». Ну, он, может быть, самими людьми не так произносится, да, внутри себя, потому что «Дружная семья» такое распространенное, в общем-то, понятие вот героями. Назвать себя, ну, прям прямо, да, сказать про себя такое, не каждый рискнет. Ну, опять же, мы видим это в обычной жизни, да, в каких-то проявлениях человека. Это героические профессии с риском для жизни, да, это довольно-таки такие высокие требования и по отношению к себе. Может быть, моральные требования, да, или требования, там, не знаю, выносливости или еще чего-то. Вот это требования, например, ну, к детям, к их успехам, что, ну, 4 – это как-то не очень все-таки для нашей семьи. Если нет никаких причин объективных, стоит постараться, да, стоит побольше времени на что-то потратить, добиться лучшего результата, если ты начал чем-то заниматься. Мне кажется, это тоже довольно-таки распространенный миф. И, опять же, из-за того, что в наших семьях точно были люди, которые как-то очень особенно справились с трудными ситуациями. Возможно, они пожертвовали жизнью. И вот как раз эта ситуация, если такое было, да, кто-то, например, за кого-то прям погиб, да, или кто-то что-то такое сделал, что он, ну, как сказать, он уменьшил свои, да, свои ресурсы, отдал кому-то, кровь сдает сейчас, да, теперь, да, или вот действительно готов какие-то, с какими-то столкнуться сложными обстоятельствами жизни, не ищет как такого тихого болотца для своего существования, а хочет проявляться ярко, заметно для других, быть значимым для других. Это, мне кажется, во многих такое, среди психологов, может быть, тоже. А в чем деструктивное поведение может проявляться вот в рамках этого мифа? Ну, вот как раз невозможность пережить такую, ну, скажем так, нормальную позицию какую-то, да, то есть это спокойная жизнь не для него. Вот с одной стороны, мы все хотим воплотить в жизни картинку, которая у нас там в сети мелькает, да, вот тебе дача, этот, не знаю, кресло, закат и все такое прочее. Но герой будет тяжело в такой ситуации. Он никак не сталкивается ни с какими преодолениями. Это бессмысленная будет для него ситуация. Поэтому вот в этом, наверное, и сложность, что, казалось бы, такие вот вещи, которые должны радовать, да, и он к ним стремится, может быть, ну, все другие радуются, что-то себе покупает, что-то себе позволяет, но не радует. Радует только преодоление, достижение. А семья же складывается из людей, которые приходят из разных семей, и, возможно, у них тоже разные мифы. Как они сочетаются? Это очень хороший вопрос. То есть, правда, столкновение, если это какие-то прям несовместимые идеологии, то, наверное, столкновение, оно приведет уже к каким-то, ну, довольно-таки быстро приведет к сложностям и проблемам. Ну, вот если мы, например, скажем так, приведем пример, ну, чуть-чуть утрируя, что у нас один из супругов из дружной семьи пришел, а другой из какой-то другой. Тот, который дружный, он вообще принято у него постоянно созваниваться, в течение дня сообщать, где он, и спрашивать у другого человека, где он, да, дома никакие там двери не закрываются, да, вот такая информация от… или вопросы там от родителей или вмешательства родителей в жизни, в семье, это как… трактуется как благо, как забота, да, как помощь. Для другого это может быть неприемлемо. То есть для него это нарушение границ. Это не забота, да, а это нарушение границ. И поэтому это очень хорошая ситуация для того, чтобы как раз, может быть, дать возможность развития вот этой вот идеологии, да, ее сопоставления с реальностью. Потому что ведь, правда, миф, он был полезен тогда, вот когда были эти сложные обстоятельства. Вот тогда надо было так поступать. А сейчас уже необязательно. Поэтому если это два молодых человека, если они как-то друг с другом поговорят и смогут найти для себя какой-то компромисс, да, может быть, в каких-то аспектах своей жизни у них будут одни правила, в каких-то другие, как раз это может стать причиной того, что они, ну, не то чтобы преодолеют эти мифы, да, но они их осознают и используют только для тех, ну, возможностей, да, сверх своей жизни, где-то действительно им необходимо. Ну, хорошее отношение с родителями, например. А там, где они могут что-то сделать по-своему, по-другому, в соответствии с вот нынешней реальностью, да, принять совместное решение, что они будут делать иначе. То есть это ситуация развития для семьи. Если мы будем держаться за свои мифы, а мы пришли, да, из разных семей, то, скорее всего, вот это не даст возможности нам быть вместе, да. Вот такое часто люди переживают. Говорят, что ты все равно, твоя семья – это твоя мама и твоя сестра, но не я, да, так вот могут сказать мужчины, например. Это вот как раз про то, что, скорее всего, там дружная семья, и оттуда очень сложно вырваться. А как быстро начинает это проявляться в паре? Каждый начинает отстаивать свой миф? Я думаю, сразу проявляться, потому что этот миф, он не в какой-то сложной ситуации включается, а он, ну, вплетен, включен в нашу обыденную жизнь. Все, что мы делаем, вот, ну, даже, не знаю, пока еще люди даже, может быть, не поженились, да, но вот они куда-то там поехали вместе. Вот один постоянно посылает картинки, да, там, своим родителям, где он, с кем он, с какой-то периодичностью, другой не посылает. Если это отвлекает второго, и кажется, что это какой-то избыточный контроль, да, или тебе это мешает со мной в контакте быть, раз ты вот все время, да, с родителями, ну, вот это вот уже, мне кажется, такие ситуации, в которых он начинает проявляться. Может быть, и до ЗАГСа дело не дойдет. А если дойдет, тогда еще больше будет возможностей это проявлять. А если эта пара приходит к психологу, то здесь начинается работа с ними как раз с выявлением мифа? Или это уже второе? Не обязательно, не обязательно. Это один из параметров анализа семьи. Наверное, в том случае, ну, мы уже говорили, да, что они заметны будут, если слишком ярко проявляются. Вот если мы очень много видим признаков какой-то мифологии, наверное, тогда у нас такая будет гипотеза. Но дело в том, что у семейного психолога есть еще и другие способы анализа трожных проблем. Например, они могут быть связаны не с семьей родительской или тем более уже там, да, прародительской, А может быть, это результат опыта индивидуального человека. Ну, если он, например, в третий брак вступил, у него уже есть свой опыт, который можно анализировать, да, его первые отношения, вторые, третьи. Что-то там по кругу происходит. Может быть, мифы не виноваты. Давайте еще какой-нибудь миф раскроем. Вот мы уже про два поговорили, да. Сами психологи, да, вот когда они эту тему изучают, они сами признают, и для них это бывает тоже откровением, что, возможно, их семейная идеология – это миф о спасателях. Мы – семья спасателей. Это совсем другое. Не то, что герои. Если героям нужен подвиг, то здесь нужно страдание. То есть смысл в том, чтобы, ну, это странно, может быть, так говорить, чтобы страдать, да, ну, спасать кого-то, ну, лучше, чтобы подольше. Однократное не подходит. То есть в такой семье, возможно, да, когда-то кто-то выжил за счет вот такого, ну, самопожертвования, длительного какого-то, за кем-то, да, ухаживали, выхаживали, да, вот, не знаю, родился очень слабый ребенок, и вот как-то смогли его поставить на ноги, да, и все, в жизни его как-то ему помогали и так далее. Вот нужен такой человек. Поэтому если кто-то с такой идеологией заходит в пару или в профессию, такое тоже часто бывает, то он нуждается, можно сказать, чтобы были проблемы в семье, такие хронические, хронические болезни, в том числе и зависимости, например, или дети, да, которые с какими-то проблемами непроходящими такими, может быть, со здоровьем проблемы, может быть, с поведением проблемы, вот, и тогда у такого человека, да, с одной стороны ему тяжело, безусловно, но с другой стороны у него как будто бы вот этот, опять же, смысл появляется, смысл жизни в том, чтобы служить, да, другому. Ну, есть тут тоже, конечно, вторичные всякие выгоды, потому что, например, если мы знаем о такой семье, где вот это вот постоянное такое самопожертвование происходит, то обычно этот человек, ну, не знаю, заслуживает всегда, ну, сочувствия, да, ему, может быть, многие помогают, потому что вот он такое вот осуществляет все время спасение. Ну, кстати, профессии здесь тоже врачи, психологи, ну, вот где везде может пригодиться, ну, тогда, может быть, семья будет немножко освободиться от этой необходимости болеть, да, можно пойти работать врачом, и тогда больных все равно будет достаточно, тогда своих можно освободить. Но мы знаем, что какие у врачей сложности, у них тоже есть свои проблемы. Да, ну, это как вариант. А как еще можно уйти от своего мифа, если уже, ну, сил нет в таком режиме жить, уже сам для себя, понимаешь, как что-то взамен надо предоставить, вот, как вы сказали, пойти врачом работать, может быть, еще какие-то есть варианты? Во-первых, действительно, до него сложно додуматься, что ли, да, вот, в своих размышлениях дойти до того, что моими выборами, да, моим поведением управляет какая-то идеология, оказывается. Потому что человек, он, ну, мне кажется, обычно любит искать причины своих трудностей в окружающих. Это первый круг поиска, да, для него причин. И для того, чтобы увидеть, что есть что-то, что, ну, может быть, даже больше него, можно так сказать, да, для этого ему нужно как-то, ну, не знаю, то ли что-то почитать, поискать ответ на этот вопрос. Или там действительно встретиться со специалистом, который владеет способами поиска ответов на такие вопросы. И, наверное, смысл не в том, чтобы избавляться от этого мифа, а в том, чтобы, осознав его, например, с одной стороны, да, сохранить вот эту лояльность семейной системе, потому что это, правда, очень важно для человека чувствовать себя частью вот этого клана в самом лучшем смысле. А с другой стороны, если мы видим, что это действительно препятствует, да, какой-то, не знаю, там, счастливой жизни лично для меня, да, делать выборы какие-то, ну, по-другому, скажем так, благодаря своих предков. Я вас люблю и посещаю кладбище, а тут я выбираю то, что для меня хочется, да, мне хочется. Вы, может быть, так не сделали бы, а я делаю так, но продолжаю вас любить. Как можно самому идентифицировать в своей семье какой-то миф, если он существует, и как можно понять, он предоносен, ну, несет ли какую-то деструктивную составляющую, либо нет? В начале я говорила про то, что иногда мы за мифы принимаем всякие убеждения. Я, можно, два предложу способы, как можно самостоятельно над этим поработать. Можно просто взять листочек бумаги и записать, ну, какие-то убеждения, которые придут в голову. Что такое убеждение? Это то, с чем я не спорю, да? Вот я верю, что так, там, не знаю, что погоду нельзя предсказать, или красный цвет, там, полнит, ну, чего угодно они касаются. Пусть их будет побольше, штук пятьдесят. Вот. А вторая, второй момент будет такой. Вот когда вы напишите этот список, это то, с чем вы согласны, попробуйте теперь проанализировать его с такой точки зрения, а согласится ли со всеми этими убеждениями моя мама, например. Если согласится, то, скорее всего, можно, да, так заподозрить, что я принимаю, да, какие-то вот эти идеи от своей семьи. Ну, можно маму, бабушка, там, как хотите, с кем вы чувствуете больше, например, связи такой. Вот. Если они будут все противоположные, ну, или большинство противоположные, то, возможно, если молодой человек проводит исследование, возможно, он находится в какой-то такой протестной фазе своего развития, да, и он просто делает все наоборот, не то, как родители говорили. Ну, это то, что касается убеждений. А про мифы, их действительно очень сложно изучать, потому что это больше из истории семьи. Ну, истории, я имею в виду, когда мы изучаем последовательность событий каких-то, да, что произошло в жизни человека. И есть один такой, ну, один из способов, который можно попробовать. Если у вас был контакт с самым дальним по, с точки зрения поколения, родственникам, да, например, бабушка или прабабушка, ну, если нет, ничего страшного, мама тоже сгодится с папой, попробуйте записать уже не убеждения, а, скажем так, всякие шутки, прибаутки, которые они использовали, да, вот в каких-то ситуациях они говорили одни и те же слова какие-то, да, вот, возможно, это был такой способ тоже передания мифов. Ну что, наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Я благодарю мою сегодняшнюю собеседницу, семейного психолога Ольгу Шапатину за обстоятельный рассказ о мифах семейной жизни. Спасибо вам еще раз. Семейный миф отвечает на вопрос «А кто мы?». Попробуйте на него ответить, и вы для себя кое-что поймете. Всего вам доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»